Мы заговорили о творчестве, хочется как-то творчески продолжить летящей походкой. Я пойду прямо сейчас связываться с нашими корреспондентами из филиала города Керчи. Стараемся дарить вам, делиться хорошим настроением и на прямой связи со студией Дарьи Зимина, Даша. Доброе утро, нам известно, что сейчас проходит международный флешмоб селфи в музее. Какие интересные объекты и выставки можно посетить в Керчи. Доброе утро, коллеги. 15 января Крым в очередной раз присоединился к международной акции «Селфи в музее». В этот день интернет-пользователи публиковали свои селфи, сделанные на фоне картин, скульптуры и других экспонатов в музеях всего мира. Кстати, жители и гости Керчи тоже присоединились к участию в этом международном флешмобе. И о том, что сегодня можно посетить, какие интересные выставки и экспозиции у нас в городе Героя, нам расскажет Артем Шевкопляс, научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Доброе утро, Артем. Доброе утро. Ну, собственно, какие выставки и экспозиции сегодня в Керчи можно посетить? В нынешнем 2020 году музей-заповедник предлагает все девять экскурсионных объектов, входящих в его состав. Это историко-археологический музей, музей каменных древностей Лапидарии, музей истории обороны джемышкайских каменоломен, лекчесменские и царские курганы, золотая кладовая, музей истории альтигенского десанта и крепость Керчь. Кроме того, мы надеемся порадовать посетителей нашими новинками в историко-археологическом музее выставками «Мода сквозь века», рассказывающей о истории и деятельности швейной фабрики, а также образование и письменность в Босфорском царстве. Кроме того, 3 декабря, в день неизвестного солдата, в музее истории обороны джемышкайских каменоломен открылась обновленная выставка «Мы уполномочены погибшими». А есть какие-то объекты, которые сейчас закрыты для посещения? Да. На реставрации находятся большая и малая метридатские лестницы, а также обелиск славы, находящийся на вершине горы Метридат. Я знаю, что фонды, музеи ежегодно пополняются из экспедиции археологических раскопок и так далее. Вот скажите, сейчас у вас, по-моему, более 242 тысяч экспонатов, да? Да. Что нового сейчас уже есть и о чем можно рассказать? Какие экспонаты новые появились? Признаться, до опубликования официальных результатов археологических экспедиций я не хотел бы давать комментариев. Это право первооткрывателя. Но скажу, что по мере публикации отчетов музей-заповедник комплектует временные выставки в рамках проекта музейной древности. И не так давно в Лапидарии открылась выставка, посвященная Мермикийской экспедиции, проводимой государственным эрмитажем, руководимой Александром Михайловичем Бутягином. И посетителям были представлены фрагменты мраморной статуи, то есть фигура юноши почти в полный рост, и каменный саркофаг, датируемый, предположительно, VI веком то нашей эры. И для данной местности это очень большая редкость. — Слушайте, это, конечно, очень здорово. А только в археологических экспедициях находится что-то такое интересное или бывают другие случаи? — Ну, преимущественно, конечно. Это постоянные археологические экспедиции. — А какие сегодня наиболее популярные выставки у вас в музее проводятся, которые больше всего посещают людей? — Ну, пожалуй, лидером на протяжении многих лет является Музей истории обороны джамушкайских каменоломий. Следом за ним идет царский курган, и почетную тройку замыкает памятник фортификации крепости Керчь. — Какова проходимость людей в год обычно? — По состоянию на 2019 год объекты заповедника посетили около 310 тысяч человек, из них 109 тысяч детей. Это особенно важно, потому как дети до 16 лет допускаются бесплатно на объекты нашего заповедника. — Хорошо, Артем, я вас благодарю за эту информативную, полезную беседу. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. И напоминаю, сегодня у нас в гостях был Артем Шевкопляс, научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Коллеги, к этому часу у меня все. Симферополь, я передаю вам слово. — Большое спасибо, Даша. Желаем вам отличного настроения, добрых новостей. Напоминаем, на связи был Керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Дарья Зимина. Радио Андрей Зимина. Продолжение следует...